всех приветствую чтобы могу брать музыку приходится по новой комментировать не очень то этого хочется но похоже придется тут я собрался здание штат фэр вальтунгс вот вы видите его прямо слева у нас находится липфраун кирхи справа библиотека также будут видео и на липфраун кирхи и библиотека но они будут уже отдельно мы пойдем в это здание так год строительства по моему одна тысяча 1050 какой-то 52 что ли а сейчас я по моему буду это как раз показывать вот там и висит табличка такая темная металлическая но опять же это официальная дата поэтому верите или нет решать вам я ничего не утверждаю я просто показываю насколько все таки странно строили да вот вы видите я я к сожалению не вижу очки забыла да вот даже 1035 год по 49 было принципе это не так уж и важно это очередное видео креатив коммонс рабочий материал но я попытаюсь если кому-то информация нужна вдруг будет чтобы как-то лучше понять что это такое где это такое с этой стороны это я показываю просто заложенные окна и там дальше будет по моему дверь вниз в общем спуск лестница вниз справа еще одна будет тоже с лестницей вниз это я уже так рассказываю по памяти это сейчас я еще покажу там потом надо камни же прокомментировать потому что одиннадцатый век да но камни там очень ровные потом кладка у них довольно слишком точно и как вот по истории смотришь такие люди были ну немножко скажем так отсталые да и так умудрялись строить очень точно и четко на сегодняшний день это довольно довольно сложно потом сколько там еще переделок сегодняшний день огромное количество а если это все просчитать без переделок я даже себе честно говоря с труду представляю надо посмотреть дальше вот с про показывал справа там была библиотека на это тоже будет отдельная отдельный ролик и вот тут справа уже видно окна внизу уходят но это тут немножко как-то странно выглядит вот эта сторона вся она засыпана это мне понятно тут огромный слой земли скорее всего там внизу глина а вот с другой стороны очень буквально там сейчас точно не могу сказать но в два этажа нет три даже по моему этажа высота и вот мне там непонятно там откопали так сильно ну вроде как бы выглядит как будто под откопали очень сильнее и причем там внизу рядом есть здание дом который стоит на античном доме в общем то он таких вот знаете вот это немецкая постройка бревна с кирпичами такая у них как бы национальная архитектура до считается они считаются древними их вот переделывать нельзя если ты так разобрал значит так должен потом если бревночка захотел поменять потом должен также и собрать и вот она стоит там стены я заглядывал в подвал там метровые стены каменные и вот такие вот бревнышки с кирпичиками интересные это я прекрасно понимаю если туда начать копать там находится огромнейшее здание отсюда его не видно это будет по моему дальше где-то я буду выглядывать с балкона может быть мы тот дом еще и увидим его также скорее всего выложу на этот плейлист но тут вы видите вот лестница уходит вниз когда понятно что один там подвал как минимум а может быть еще и два если там начать еще раз копать вполне возможно я такого не исключаю потому что вот это здание в которое сейчас пойду там пару этажей причем вот эти этажи которые или даже три этажа по моему два с половиной по моему там такие этажи потолки очень высокие общем вот вот сюда я пойду это сейчас я с улицы заглядываю туда потом я там окажусь так по высоте все таки я до сих пор не могу сориентироваться наверное все таки вот эти два огромные этажа высокий ну тут вы видите там заложено тут заложено все переделывалось много многократно в этом все знают воины были где-то может быть какие-то разрушения хотя в этом городе я по фотографиям очень долго это дело изучал и сделал такой для себя вывод очень даже как бы ну в принципе это убедительно и довольно очевидно когда проживаешь в этом городе знаешь весь город начинаешь по фотографиям изучать в общем в данное время спросишь если немцы он скажет о был 80 процентов город разрушен во время бомбежки когда его тут бомбили я не помню то ли англичане то ли американцы но кто-то из них на самом деле 80 процентов пострадал именно центр тут есть библиотека в центре я ее тоже ролик выложу с этим зданием она также как минимум там три метра под землю это то что видно на сегодняшний день очень красивое там здание и интересное вот тут я спуск начал так вот как посчитать сколько тут этажей там еще еще ниже по любому этаж есть который недоступен получается я спустился с одной стороны будет как подвал а с другой стороны получается я выхожу на улицу получается с одной стороны очень сильно откапывали очень много возможно даже и было меньше засыпано даже может быть он так и был построен с одной стороны чуть было выше другой ниже уровень земли вполне возможно вот эту я дверь попытался открыть она как раз выходит на другую сторону и там еще где-то как этаж высота до земли где-то по моему дальше но принципе вот здесь уже видно тут я еще точно не помню здесь много новых камней уже как бы приделали тут вот лестницу обрезали куда-то там прорубились я не знаю куда я участвовал пойду налево там что-то сделали вроде похоже на комнату отдыха что ли вот та прямо дверь я так понимаю это проход как раз туда отделение вот этой библиотеки в подвал с той стороны я тоже со стороны библиотеки в подвале побывал и вот эти камни вот вы видите с ней среди них много уже вставлено новых камней но очень много старых которые при рассмотрении их хорошо видно что они изначально были ровно обрезаны а потом их вот так зубилами острыми потюкали это очень хорошо просматривается потому что я сам такие операции с камнем вот этим с песчаником именно проделал поэтому я знаю как это выглядит четко когда-то я с каменщиком работал немного будут скорее всего античное здание вот тут уже после какой-то из катастроф очень много видите кирпича докладывалось что-то ремонтировалась уже кирпичом туда я попытался заглянуть к сожалению не получилось только отражение увидел хотя мне сначала показалось что я туда заглядываю оказалось это и отражение вижу ну вот с той стороны я тоже побывал подобным же подвале там немножко поинтереснее это когда будет ролик по библиотеке я не знаю какое из каких какие будут раньше вы выложены какие позже представления не имея сейчас все сподряд просто немножко перерабатываю убираю музыку где-то я совершенно не буду команд комментировать это просто будет видео с германии креатив кому для каков качестве рабочего материала вот видно окно какое-то заложенное что там за стеной что-то там по-любому есть сколько тут помещений закрыта для представления не имею в общем все что было открыто я постарался показать зайти отснять но даже зашел туда вроде куда и нельзя где работают с документами там сатурн трудницы сказали что он не как бы съемка там запрещена я их спросил все таки мне только нужно потолок снять и окна они пригласили начальницу начальница пришла и объяснила ситуацию что меня интересует только архитектура я понимаю что тут документы личные данные так далее мне надо только потолок отснять и окна она мне разрешила сказала только потом покажешь мне это видео я отснял это видео и потом подошел к ней показал она проверила что у меня нету ничего лишнего и все я пошел дальше в общем даже так можно делать но опять же это человеческий фактор где как на кого нарвешься вот тут винтовая лестница очень интересная окна кстати по моему здесь были косы замки вернигороды косые окна в общем переделаны когда-то они вроде были как бы арочные а потом их переделали сделали косыми такими не знаю кому-то кому-то этого захотелось так что-то наверное внести новенькая да вот я вижу здесь косые точно тоже переделаны изначально видно что они арочные были потом их сделали вот такими косыми ну вроде вот такие арочные прикольные не знаю кому захотелось так на боках закруглить срезать вернее ну в принципе наверное все тут принципе уже комментировать больше ничего смотрите дальше для особо сам ничего не знаю ну вот верхний этаж понятно что он уже потом докладывался из кирпича вот этот именно этаж то скорее всего из кирпича но колонна тут интересно тоже сделаем не знаю возможно это остаток или все-таки откуда-то взяли и сюда поставили не похоже это на оригинальный песчаник хотя все может быть тоже я на песчаных карьерах не работал но поэтому не могу сказать бывает он такой или нету коричневая со светло-серым ну на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока досматривайте сами ну Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!